Я сегодня спокойно сплю, и у меня будет телефонный звонок с незнакомого номера. Я собираю волю в кулак и уже готов услышать. Зубная клиника Ростова-на-Дону приглашает вас на бесплатный скрин зубов. Вот, я уже готовлюсь к этому. Поднимаю трубку, мне какой-то мужик говорит, типа, Алло, здравствуйте, мне вот ваш номер дал продавец дома, и он сказал, что вам, типа, на вас надо оформить газовое оборудование, мне надо от вас паспорт газовой колонки, блядь, или как это называется. Ну, короче, паспорт, оказывается, блядь, у газового оборудования есть паспорт. Вот есть паспорт у меня, у Сони в этой квартире и у газовой колонки, блядь. Вот, я говорю, ну ладно, ну, я ему не буду говорить то, что, блядь, чел, я вообще-то нахуй сплю, потому что, блядь, я стример-ютубер успешный, мне в рот ебал, блядь, просыпаться, этот, в 12.30. Ну вот, так что давай это пока. Я говорю, ну, я сейчас занят, знаете ли, я, блядь, занятой человек, у меня куча, блядь, работы. А я еще всегда с ним разговариваю, ну, типа, вот таким голосом. Ну, потому что я подумал, блядь, ну, челу сейчас надо будет... Ну, чел знает, да, что... Ну, я, по сути, выгляжу, ну, как школьник, ну, чуть-чуть старше школьника. Школьник купил себе дом, блядь. Школьник туда ставит газовое оборудование, нахуй. Вот, я говорю, да-да-да. Вот, я, короче, этот... Фотки или сканы, у меня есть принтер, я ему пишу, здравствуйте, вам фотки или сканы. Он мне звонит опять, я опять пытаюсь заснуть, он мне звонит. Говорит, нет, вы мне должны оригиналы предоставить. Я говорю, ладно, просто сейчас очень много дел, извините. Вот, я ложусь спать, через, блядь, три минуты звонит будильник, который я уже назначил. Я понимаю то, что я вчера слишком поздно лег. Потому что я снимал ролик ночной СП, который я сегодня после стрима смонтирую и выложу на бусте. Три, два, один, ноль. Наполни свою резинку, вот так. Все, до последней капли. Все, больше я вам показывать не буду ничего. Это вы можете подписаться на мой бусте, дать 100 рублей. Вот так-то, хопа. Да-да-да, да-да-да, хо-хо. Вот, ну ладно. Я, короче, вот это вот, думаю, ну посплю еще, блядь. Засыпаю спокойно, все. И тут я слышу. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Думаю, ебаный факт. Ну, во сне слышу. Думаю, да похуй, ну типа, может сниться что-то. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Блядь, Соня решила проснуться раньше меня и выпустить, блядь, крысок погулять по кровати, на которой я сплю. И они когда бегают, я же вот так вот на подушке ухом лежу. Вибрация от матраса идет в подушке, и у меня... Блядь, я просыпаюсь. Вижу, ебаная крыса, блядь, жрет мою ногу нахуй. Думаю, ебаный факт, я спал. Я говорю, Соня, я на тебя обиделся. Она говорит, почему? Это мне интересно, блядь, почему? Потому что крысы тарабанят своими ебаными лапами, блядь. Пока я сплю, блядь. Короче, я больше не смог заснуть, потому что никто не собрался убирать этих крыс. Еще иногда, ну, в последнюю неделю, уже три раза такое происходило. Я сижу, сру. Я пошел в туалет, я в последнее время сру по три раза в день, потому что что-то непонятное происходит. Сижу, сру, открывается дверь. Соня говорит, привет. Здорово. И она берет вот так вот крыс на пол, вот так. Ха! Теперь ты срешь с крысами! Блядь, теперь смотри под ноги, когда бы... Привет, Пуксик. Ты что тут про меня плохие гадости говоришь? И про моих крыс? В смысле? Про ему. Не-не, я рассказываю это. Про крысок моих и про меня. То есть, пока я спал, то что... Первое. Первое. Какого хера ты вообще в шестисов утра уснул? Это первое, да? Это первое. Человек. Ты восемь часов спишь, да? Шесть плюс восемь, сколько? Я не знаю, четырнадцать. Так, мы проснулись в четырнадцать. Не, нихуя, блядь. Да. Мне позвонил этот уеба. Ой, этот, этот мужчина. Раньше, тем более, мы проснулись. Окей. Раньше, я, получается, восемь часов я не поспал. Я в четырнадцать часов. Так. Встала, взяла этих крыс, не сидела вместе с ними, пока ты гдрых. Так. Я тебя спросила, пойдешь ты вместе со мной на вот эту вот биоптекующую вот эту вот. Так. Ты сказал, не знаю, и лег дальше спать. Все, и крыс, значит, надо, чтобы они не тарабанили своими лапками. Ты, ты спал уже восемь часов. Тебе кушать в четырнадцать надо. Бук. Что? Ты моя мама? Или кто? Я взрослый человек, и я себе могу позволить спать весь день, как ты по шестнадцать часов в день спишь. И что-то я тебе крыс не подкидываю, когда ты спишь. Ну, мог бы и подкидывать, ничего страшного. Ну, может, ты не просыпаешься от того, что они тарабанят. Засыпаю с Соней вот это. Ложусь, говорю, Сонечка, давай я тебя обниму. Вот так вот, вот так вот. Вот. Она вот так вот встает. Алиса, четыре градуса. И опять ложится. Думаю, какие нахуй четыре градуса, блядь. Типа, ну, на кондиционере, чтобы мы нахуй замерзли, или что, блядь, чтобы что, блядь. Вот, я говорю, Соня, какие нахуй четыре градуса? Она говорит, да. Я говорю, тебе что-то приснилось? Да. И вот так, и машет на эту Алису. Ну, потому что Алиса сказала, блядь, я не могу сделать. А, и она сказала четыре градуса, а Алиса ей ответила, типа, нет, сейчас температура такая-то, такая-то. И Соня такая, да, тогда иди нахуй. Вот так вот, махает на нее. Че это было вот это? Что тебе тогда? Я не помню уже, я веду к тому, что, Пупсик, ты взрослый мужчина. Да, я могу спать, я себе могу позволить. И у тебя тренировка сегодня. Четыре тридцать! У тебя была тренировка, и еще я тебя позвала бесплатно сделать, моя тренерша, эту штуку, а ты не захотел. Нахуй оно мне надо, блядь? Что тебе нахуй надо? Вот это... Тебе не интересно, как у тебя что поменялось? Нет. Почему? Ты не хочешь видеть свой прогресс, который у тебя? Пуп, я спать хотел, я хотел спать. А ты мне подсунула крыс, которые своими лапками тарабанили, лизали мне пятки, и мне было щекотно, блядь. И усами своими вот так вот по моему телу водили. Я спал. Спал, девятый час? Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Девятый час спал. Какая тебе разница? Большая, потому что ты меня все время обудишь и говоришь, уже тебя ты чё, Ассуня, вставай. Нет. Что? Так не было? Да, ты ошибаешься. Ага, конечно. Ты ошибаешься, да. Конечно, конечно. Сам одинаковый. Я ничего даже не сказал. Я там устно-то учу. А, охуенно. Почему ты не можешь даже извиниться за то, что ты меня разбудила крысами? Потому что я тебя... Скажи спасибо, что я тебя разбудила крысами, а не ведром воды. И она мне говорит каждую неделю, почему мы еще не женаты, блядь. Какое нахуй ведро воды? Я хотел спать. Взрослый мужчина, блядь. В самом рассвете сил. Устал, потому что жестко работал, блядь. Вы видели видео, как... Смотри, давай, как хорошо. Когда я сплю, да, когда я сплю ночью, Так. Какая-то, так сказать, какая-то человеческая душа встает и начинает тарахтеть на всю кухню. Включать везде свет. Если, как этой человеческой душе куда-то нужно идти, там, условно, в 10 часов утра, а я сплю, включает тоже везде свет. Я у тебя всегда спрашиваю, можно ли... Спрашивает у меня, поспрашивает, где то у меня, где то-то, и мне всегда приходится вставать вместе с тобой. Но если я не могу найти носки... Вместе с тобой. Как я могу найти носки? Берешь мой сон, прерываешь. Так ты не спишь никогда вообще? Сплю. Ты когда спишь, я с тобой разговариваю, ты мне отвечаешь. Я поэтому и не боюсь, потому что ты всегда со мной разговариваешь. И тарахтишь вот этими своими чайниками, ложками, вилками. Так мне надо кушать по расписанию. У меня диета. В своей комнате возьми покушай. Чайник я сюда микроволновку поставлю, блядь. Вот будет у нас дом двухкомнатный, короче, больше, чем однокомнатный. И все, будешь спать у себя там, нахуй, вот это, с крысами целоваться. А, так я еще вот так вот лежу. Крыса, этот, спрыгнула с кровати, вот так вот побежала. Я вижу, по полу бежит крыса. Забежала в туалет. Я говорю, Соня, крыса сбежала с кровати, побежала в туалет. И Соня такая, да, да. Все, блядь, похуй. Крыса там пошла опять жрать дверь, вот эту трубу, блядь, которую мы уже три раза поменяли. Да, да. Пук. Ладно, это все, это я уже просто троллил. Но крысы тарабанили и меня разбудили. Почему ты не можешь извиниться? Почему ты не можешь извиниться? За все мои пять тяжелых лет, которые я живу с тобой. Почему ты не можешь извиниться за то, что ты меня будешь? Своими тараканами вот этими вот. Какими тараканами? Потому что ты весь свет включаешь. Я у тебя всегда спрашиваю, можно я включу свет? Ну, я сплю, а потому что я знаю, что ты... Я всегда в другом месте включаю. Подожди, а я вот когда сама иду, да, куда-то, я тебя вообще не бужу, и все по-тишему делаю. И ничего не спрашиваю у тебя. Ты спишь и спишь. Ты хоть раз просыпался от того, что я куда-то шла? Скажи мне. Ну, пару раз было, да. А чего? Ну, потому что ты там что-то копашишься. Ну, я-то тихо это делала. Да. И ты сразу спать будешь. Да, да. А ты это делаешь, как будто весь дом знает, что ты куда-то идешь, и меня следом берешь, приплетаешь к своим вот этим штукам, чтобы я тебе трусы нашла, носки нашла, футболку нашла, штаны нашла. Потому что ты раз в три месяца меняешь все ящики местами, и я не могу найти трусы свои. А еще, почему-то, когда я нашел свой ящик, мне надо поднять три слоя твоих трусов, чтобы найти свои. Чего, блядь? Ты что в моем ящике копаешься? В каком там мои? Ну? Я выкидываю на пол твои трусы, которые в моем ящике, и они почему-то оказываются опять в моем ящике. Там нет моих трусов. Блядь. Что? Пук, там твои носки. Ну вот такого размера я носки ношу сам. Это твои носки. А, хуй там, блядь. Это твои носки. Ага, блядь. Это твои носки были. Давай ты просто извинишься за то, что ты меня сегодня крысами. Я не буду. А что ты тогда пришла сюда, кроме как извини? Потому что ты берешь и клевечешь меня. То есть ты сегодня не клала крыс, которые меня разбудили. Нет, ты на меня орешь и говоришь, какая я тварь. Нет. Да. Нет, я вам рассказываю, как я тебя очень люблю. Да, да. Я предупреждаю своих подписчиков, чтобы они вот к такому готовились. То, что вот эти ваши мечты подписчики, что у вас будет девочка, тяночка, вот это хупол, да? Ищу девочку, анимешницу. Блядь. Потом вот, блядь. А, что? Ну давай, что? Крыс на кровати положит? Положит на кровати крыс? А я вообще молчу. про то, что девочке это что-то же не нужно с парнем жить вместе. Я же про это молчу. Рассказываешься там на стримах. И не рассказываю всем, что ты вообще делаешь. А что я делаю? Хоть один минус. Хорошо, давайте. Один минус, мне их тысяча. Все фейки. Кирилл не может найти свои вещи ни за моих трусов и так далее. Потому что у него место это на полу. Если на его полу нету его одежды, которую он купил, которую я стираю и так далее. Простите, собираю, да, в каждый день. Ему похуй, он на нее ходит и так далее. Если ее там нету, это значит, что она не на месте лежит. То есть, надо обязательно спросить у Сони, где его футболка или и так далее. Объясняю. Я разделся, кинул, я хочу проснуться и поднять эту одежду. Я проснулся, ее нет, потому что ее кто-то убрал. Покупали. Для чего мы эту штуку покупали деревянную? Так ты ее поставила за велосипед, за крыс, блядь. Это первое. Я туда не вешаю, потому что последний раз, когда я туда повесил, крысы сожрали мою одежду. Второе. Второе. А, последний раз, с рук Соня крыс запустила, я сижу, сру, у меня жопа грязная, я не могу встать, крыса вот так берет ковер и такая хуярит. Я кричу, Соня, 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 крыса жрет ковер. Я не могу встать, у меня жопа в говне, блядь. Крыса хуярит. Я говорю, Соня, а Соня в овервотч, блядь, играет. Второе, второе. Это 100% после себя ничего никогда не будет убрано. Везде насрет, везде все положат и все, и оставят это за тем, чтобы кто-то за это сделал. Так удобно. Это второе. Третье. Это в туалете это полный капец. Потому что, первое, Кирилл чистит зубы и когда он чистит зубы этим всем, то весь этот порошок зубопаста везде по всей бане разбирается. Потому что я тщательно чищу, во-первых, во-вторых, у меня электрическая зубная щетка, она хуярит, как опрыскиватель, блядь, сама. Мне Мелшер подарил, блядь. Это три раза в неделю это 100% будет, то что вы, девочки, будете убирать черкаши за своим мужиком. Я всегда вытираю черкаши. Это полный пиздёж. Это полный пиздёж. Я убираю черкаши, блядь. Можете показать? Прям сейчас там есть черкаши? Там говно и воняет. Я потому что какал перед стримом, чтобы на стриме не какать. Потому что говно не смылось. А, не, такое было, ладно. Вот. Но это уже к водопроводчикам вопросы. Да, да, да. Я нажимаю кнопочку. Я знаю, как ты нажимаешь кнопочку. Я слышала, я замечала. Знаешь, как ты нажимаешь кнопочку? Вот так. Чуть-чуть водичка пошла, и всё смыл нормально. Чтоб не тратить воду, потому что ты платила за воду хоть раз. Это не так. Я замечаю, ты электричество нихуя не выключаешь, потому что ты за него не платишь. Ты хочешь, чтобы я платила за электричество? Тогда ты его будешь выключать. Ну, ладно, хорошо. А, ну то есть ты признаёшь, что ты его не выключаешь. Нет, я могу платить за электричество половину стоимости и половину стоимости воды. Нет, я хочу, чтобы ты платила. Я моюсь раз в неделю Ты моешься 4 раза в день Ты тратишь воды Вы бы знали, насколько мальчики воняют Это полный пиздец Они трусы не меняют неделями То есть, если на полу трусы лежат Пока не воняют Пока чергашами трусы не завоняются И так далее, все в говне не будет Факты И моются раз в неделю Да Ну да, факты Мы не тратим воду Мы бережно относимся к вещам У вас трусы грязные, а в мусорку Новую купим А ты в курсе, пока я тебе тайну открою То, что если трусы неделями не менять Или там черкаши вот эти все остаются Жопы, да То это не отстирывается нахуй Ты в курсе? Их выбрасывать надо Или это так, первый раз для тебя Ты посмотри на свои трусы Там они у тебя все В говне, все в моче и так далее В первый раз слышу Тебе нести? Нет Вот и все, давай Выхожу я из душа Вытираюсь полотенцем И почему-то На мне куча волос, блядь Длинных волос И по всему телу С этого Это повезло еще Если есть полотенце вообще на вешалке Потому что чаще всего его нет Потому что ты выходишь, голову заматываешь Идешь на балкон с этим полотенцем И не возвращаешь обратно Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа меня жопа мойка я не пользуюсь туалетной бумагой я мою жопу вот я вот когда покакал мою жопу и жопа мокрая нахуй понимаете да не наденешь трусики ничего и надо вытереть полотенцем но соня забрала полотенце замотала себе голову и ушла и мне приходится вот так с раздвинутыми булочками идти нежне надену трусы все мокрое будет я вот так иду с раздвинутыми булочками в шкаф вот так открываю шкаф вытираю жопу кладу обратно в шкаф что ты говоришь ты о чем а ты чё пришла опять извиниться как они говной воняют я чистую попку вытираю полотенцем и пуг я стоп я всегда еще попку вытираю если есть возможность белыми полотенцами я специально белыми полотенцами чтобы проверить осталось какашка на попке и они всегда белые по джо крысы сожрали блять или еще чё нет не правда это потому что ты не правильно почему ты не собираешься извиниться просто как проверять остались какашки на пункте нахуй она нужна нет это тратить еще деньги там втулка не смываются мы походу скоро разойдемся реально все это уже блять последняя капля вот это в наших отношениях так что все это пора заканчивать о чем на чем я становился у меня в топовая история сегодня была короче тарабанят эти ебучие крысы я уже думаю ну все мне но я не смогу спать звоню этому мужику говорю здравствуйте вы где я чисто приезжаю к нему блять и блять я напоминаю я ему всегда с ним разговаривал вот таким голосом и говорил то что я очень занят и тут к нему подходит блять синеволосый школьник он смотрит блять ну вот ну таким взглядом то что как блять с кем я нахуй связался если б я знал как ты выглядишь блять я в тебе бы эти документы бы нихуя не делал и рядом моя школа зайду потому что у меня еще у моей учительницы классной руководительницы вчера было день рождения 8 марта вот и я и пишу короче в контакте говорю здравствуйте можно к вам зайти она горит а вот заходи в любое время с такого-то по такой-то игре не можно прямо сейчас к вам зайти вот она говорит да 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 вот захожу ну по пути иду и захожу в цветочный магазин думаю но цветочки подарили учительницы да вот как бы в честь дня рождения в честь такой встречи потому что я какой охуенный надо просто прийти отметиться ну то что я блять гений мироздания как бы да и я захожу вот но я там уже знаю то что но там турникеты есть я знаю что первый турникет ну он отключен он просто крутится там не надо карточку прикладывать но тоже такая гениальная тема вот я подхожу к знаете к стойке охраны для того чтобы там надо было отметиться и там сидит та же самая бабулька которая всегда была вахтерша или как это называется ну короче всегда бабулька вот возле нее новый охранник и этот охранник как только меня видит вот так вот так сразу блять так резко встал я еще думаю ну знаете когда резко встаешь ну давление в голове поднимается и думаю нихуя он натренированным прям такой блять ну потому что блять с синими волосами наверно вообще запрещено в школу заходить типа блять как только какой-то синий волосый заходит в школу но там блять уже он ко мне подлетает куда вот так а это бабушка женщина она такая говорит не 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 это наш ученик и он еще вот так блять начинает вот вот так прям начинается потому что ну типа она она сказала это наш ученик а не наш бывший ученик вот но он уже начинает прям такой типа вот такая вот хуйня и она говорит нет нет бывший ученик все я говорю я у моей учительницы классно руководительницы бывшие вчера было день рождения пришел вот с цветами блять подарить цветы он говорит а пишите фамилию имя отчество все я написал пошел вот иду сменку кстати блять не брал очевидно нахуй я везде сейчас моют полы как раз в этот момент и я такой мне похуй я не школьник ебаный у меня сменка не нужно я поэтому мы этому полу и дубе сменки думаю ебать блять вот ради этого стоило как бы взрослеть да я блядь 11 ебаных лет блять эту сменку собой носил она воняло у меня блять я ее вот так вот крутил как-то за эти вот в этом мешке вот так вот крутил и и вот это смешно было вот а сейчас я иду без сменки думаю хуйан долг прохожу там короче но сразу спалю увидел два школьника видимо они отпросились в туалет и temperatura не пошли, они просто стояли за дверью. Ну, я вспомнил себя просто в детстве, когда не кайф просто на урок возвращаться, ты просишься в туалет и стоишь просто ждешь. Ну, такой, типа, нахуй оно мне надо? Все долбоебы учатся, а я стою, блядь. И чё, просто вот стоят в т-позе, нахуй, не прогруженные. Ну, потому что они прогрузятся только, когда в зону видимости училки попадут. Ну, как в Майнкрафте работает, что криперы только в зоне области зрения спавнятся. Вот. Ну, и, короче, вот эти вот тоже стоят, не прогруженные чилы, проебывают там, что-то в Brawl Stars играют. Вот так вот стучусь в дверку своей классной руководительницы, открываю, она говорит, Кирилл! А я говорю, да, здравствуйте! Здравствуйте! Я, ну, вот так из-за дверей достаю букет, я смотрю, а у нее же как бы вчера было день рождения, я смотрю, у нее куча букетов и ни один не лучше моего, я думаю, сюда! Блядь! Такая я тварь! Ну, я, естественно, это не говорю, я джентльмен, как бы, но в голове-то, в голове я так, хо-хо, блядь, да, хуя! Е-бой! Там сидит один школьник, но, видимо, типа, первая смена закончилась, и чё-то, блядь, может, у него вопросы какие-то остались, или чё-то там ещё какая-то хуя, сидит один школьник, она ему там чё-то объясняет. Он просто спрашивает у нее, говорит, а что вот это, какое время? А она говорит, это время... Вот, и она говорит, ты помнишь? Я сижу и говорю, да, я... Английский, е-бой! Ну, короче, я подарил ей букет, и она, значит, вспомнила несколько про меня историй, которые я вам, по-моему, ещё не рассказывал. Вот, ну, начали меня именно вспоминать, и она говорит, Кирилл, я всегда в тебя верила, ты всегда был таким заводилой, ты был таким, типа... Она говорит, до сих пор, кроме тебя, никто лучше не проводил праздники. А я в школьные времена, я там девочкам на 8 марта праздники устроил, ну, короче, всё, все праздники я там организовывал, то есть я режиссёр и был актёр там. Ты всегда был артист, ещё готовил всегда еду, приносил, я вот помню твои пироженки, а я делал эти, короче, пироженки, и приносил, ну, потому что мы дружили, вот, с классной руководительницей, и я её приносил всякие, типа, пробуют пироженки, и она говорит, и я помню, как ты приносил пироженки и называл их какашечки, вот. А я делал картошки, ну, знаете, пирожная картошка, но они, ну, когда их делают, блядь, в пекарне, оно похоже, возможно, на картошку, но когда делал я, это были какашечки, вот. И я приходил и говорил, здравствуйте, я вам принёс какашечки покушать. Я это слушаю и говорю, вы уверены, что это я делаю? Ну, а у меня чуть-чуть задевается, я помню картинки какашечек, но я не помню, как я ей... Она говорит, да-да-да, ты мне впаривал, говорил, покушайте мои какашечки, блядь. Вот, кормил какашечками, короче, классную руководительницу. Ну, мы с ней реально, типа, у меня достаточно реально хорошие, дружеские, как бы, с ней отношения были. Это, кстати, очень крутой лайфхак, потому что я, ну, достаточно много дерьма исполнял, но она меня знала как личность. Типа, она просто не думала, что я долбоёб. Она знала меня как личность, то, что, ну, я способный в некоторых моментах. И она мне сказала, приходи ещё в гости, я всё-таки планирую прийти в гости с блокнотом. Я вот сколько раз это обещаю. Вот, возможно, реально, ну, пока у меня вот есть запал, прийти в гости с блокнотом и позаписывать истории про себя. Вот, какие-нибудь, чтоб я вам потом на стриме порассказывал, вот, по типу, как я какашками, да, кормил. Какашечками, не какашками, какашечками. Это, ну, не, я хочу в блокноте, как будто я, блядь, мастер. Ну, и тем более, когда записываешь рукой, ты больше именно вспоминаешь. Ну, и всё, короче, господа. Я ливнул оттуда. Ну, и у меня такая над головой картинка появилась. Миссион пасет. Респект плюс, да. Я форманул респекта. Вот, но больше я к другим учителям не ходил. Вот, к директору не ходил в гости. Но она вообще всегда занята. Меня никогда в её кабинет не пускают, когда я прихожу в гости. А хоть она, я всегда знаю, что она может быть в этом кабинете, но всегда говорят, нет, её нету, ты кто такой, её нету. Ну, вот, я говорю, я, Кирилл Баранов, звезда школы. Впустите, меня знают. Я у директора школы вонял носками. Я ходил в гости каждый день к ним домой, и у меня воняли носки. Она меня точно запомнила. Она меня знает именно по вонючим носкам. Ну, потому что она заходила, когда к себе домой после рабочего дня, и я там ещё был. Она говорила, о, Кирилл здесь. Я думал, как она узнаёт, что я тут. Вот, потом мне друг Антон рассказал, как она узнавала. Покупайте нормальную обувь, потому что даже в качестве сменки. Вот, надо всё-таки, на этом нельзя экономить. Это я видео снимал. На чём экономить нельзя. Угу, угу. Вот, и нормально. Вот. Всё было круто. Всем спасибо. Можно стрим заканчивать, да, и... Вот, нормально.